Добрый вечер! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Мураджин Кёзов. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов обсудил с мэром Черкеска Алексеем Баскаевым мероприятие по подготовке к празднованию 100-летия Карачаева Черкесии. Они должны проходить целый год, чтобы у жителей было ощущение причастности к юбилейной дате. В Черкесии в этом году идет масштабная работа по обустройству тротуаров, дорог, также благоустраивается центральный парк и сквер на Ленина. После реконструкции откроется детская школа искусств на 700 мест, в которой помимо учебных кабинетов и залов будет звукозаписывающая студия и мультимедийное оборудование. Сегодня в Архизе стартовал масштабный форум предпринимателей. На месте работала съемочная группа Вестей. Подробности смотрите в понедельник в наших информационных выпусках. Защита населения от наводнений – приоритетная задача органов власти всех уровней. Укрепление берегов в повадкоопасных районах позволяет минимизировать ущерб от водной стихии и обезопасить местное население. Сегодня в станице Преградной состоялось открытие берегов укрепительного сооружения, в котором участвовали представители власти республики, Федерального агентства водных ресурсов России, депутаты различных уровней и местные жители. Подробности у Али Баташева. Продолжительные ливни, тайни и снегов зачастую приводят к паводкам и создают опасную ситуацию для жителей Урупского района. Эта ситуация длилась годами, говорит местная жительница Татьяна Озерная. Много лет жителям станицы Преградной сильные дожди приносили волнительные моменты. В результате прохождения ежегодных наводнений не менее трех-четырех раз в год. Река Уруп резко меняет направление и происходит интенсивный подмыв, разрушение и затопление селитебной территории Левого берега. Уровень воды достигает полтора-два метра. Расстояние от реки до жилых строений до 25 метров. Работы на реке Уруп в станице Преградной начались в 2021 году и были досрочно завершены в течение пяти месяцев, в марте 2022 года. Дамба протяженностью 2,5 километра защищает местных жителей, их жилые дома и приусадебные участки, а также церковь, мечеть, инженерные коммуникации и другие социальные объекты, говорили на открытии. На этой территории у нас проживает порядка 700 человек. Это порядка 280 домовладений. Большая территория, огромная социальная значимость этого объекта. Сегодня, можно сказать, обеспечены безопасные условия проживания населения. И это значит, что прежде всего правительство заботится о своих людях. И объекты социального значения, они тоже защищены. Это очень важно. Высокие гости лично осмотрели дамбу, пообщались с местными жителями. Это 2,5 километра, это большие объемы, мы сами сегодня увидели, на самом деле, это 6 метров высота, 6 ширина. Это огромное сооружение. И, конечно же, это большая заслуга, прежде всего, как Министерство Республики Экологии, Экологии, которая была заказчиком этого мероприятия, и, естественно, с правительства Республики, которое оказывало всяческое содействие для того, чтобы обеспечить своевременную реализацию. Укрепление берегов реки Уруп, кроме обеспечения безопасности населения от водной стихии, позволит остановить развитие эрозии, сохранить от размыва пойменные земли, улучшить пропускную способность русла. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Урупский район. Делегация из Карачаева-Черкесии во главе с министром сельского хозяйства Республики Анзором Баташевым приняла участие в открытии фестиваля «Вкусы России» в Москве. Республика представила мясо овец карачаевской породы, продукты питания, произведенные в регионе по старинным рецептам народов. Экологически чистую, качественную, свежую продукцию на площадке фестиваля представил индивидуальный предприниматель Батарби Гулаев. В рамках концертной программы выступили Лаура Акбаева и дуэт «Горец». Приятной частью фестиваля стали многочисленные поздравления в адрес Карачаева-Черкесии в честь 100-летия образования. Фестиваль объединил около 300 гастрономических брендов из разных регионов. Я считаю, действительно, что нам повезло, что мы живем в такой замечательной сухе Карачаев-Черкесии и употребляем ежедневно те продукты, натуральные продукты, которые для нас кажутся что-то обычное, а для многих регионов это, не знаю, это деликатесы, это непривычно. Вот подходили, кстати, знакомые, друзья, и говорят, почему на рынках страны они могут покупать такую продукцию. Над этим надо работать, для сельхозавропроизводителя надо работать, развиваться, производить такую такую продукцию и выходить на крупные рынки. В принципе, такие мероприятия для этого не организовываются. Спасибо всем поздно, Российской Федерации, что их организовали. Спасибо, значит, в принципе, очень, что поддержал нас, что мы приехали сюда. Сейчас время прогноза о погоде, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 11-14, температура ночью 14-19, в горах до плюс 13, а днём 28-33 градусов тепла и местами до плюс 26. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 17-19, днём 30-32 градусов тепла. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10-го класса я в университете работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ИВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Общество с ограниченной ответственностью в Ултам требуются операторы оборудования, электромонтёры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23, 8-938-038-84-37. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Ансар Баташев провёл ежемесячный приём граждан. Обращения жителей были связаны с расследованием отдельных уголовных дел, трудоустройством в органы внутренних дел и другими вопросами. Внимательно выслушав посетителей, Ансар Баташев дал необходимые разъяснения непосредственно в ходе общения. По отдельным направлениям даны поручения внимательно рассмотреть обращения граждан, принять соответствующие меры и своевременно подготовить ответы заявителя. В июле 1957 года на базе редакции радиоинформации Черкесского городского узла связи был образован Карачаево-Черкесский комитет по радиовещанию. Сейчас сложно представить, что всего несколько творческих и технических сотрудников редакции радио имели тогда в своём распоряжении 4 кабинета в здании главпочтампа в Черкесске. О преобразованиях в жизни радио ГТРК «Карачаево-Черкесия» материали Заримы Кардановой. Канули в лету события 65-летней давности, когда первыми дикторами были сотрудники областных газет. Они писали и читали пока на трёх языках – русском, черкесском и карачаевском, а через год зазвучали программы на абазинском и нагайском языках. Сегодняшнее здание дома радио начали строить в 1961 году, а на веселье справили лишь через три года. С той самой поры это здание стало своеобразным культурным центром Карачаево-Черкесской автономной области. Радио, конечно, это огромная часть нашей жизни. Раньше без радио вообще жизни я себе не представляла. Всех-всех работников радио, от оператора до журналистов, все, кто как-то связан с радио, я хочу сегодня поздравить. За годы существования радио в Карачаево-Черкесии сменилось не одно поколение творческих и технических сотрудников дома радио. Среди них особое место занимает бывший председатель областного радиокомитета Джилимби Аджиев, который бессменно находился на этой должности почти 40 лет. Среди ветеранов радио такие известны имена Хасин Братов, Балуат Жазаев, Батыр Боисов, Галина Мамхягова, Мухаммед Охтов, Мусали Шаков, Медиха Шаманова и многие другие. Они своей работой писали историю Карачаево-Черкесии. На ультракоротких волнах мы вещали и нас слушали в каждом доме. С уходом в 2009-2010 годах кабельного радиовещания мы потеряли значительную часть своей аудитории. Разумеется, с тем процессом, который мы прошли вполне успешно, это выход на более высокие волны. Сейчас в Черкесии это 91,2 FM. Теперь радиослушатели нас могут слушать где угодно, в Карачаево-Черкесии. И это действительно очень важная задача, которую мы выполнили. За это нужно сказать большое спасибо нашему директору Светлане Заору Никазиеву, потому что мы сделали эту работу, и действительно результат этой работы виден. Люди нас слышат. Многие годы техническую подготовку выхода передач всех редакций радио осуществляли настоящие мастера своего дела. Галина Гиль, Моэд Харатоков, Али Капов. Вот уже более 30 лет здесь трудится радиоинженер Хамед Туков. Целая эпоха связана и с именами блистательных дикторов. Вера Тупчевой, Любови Балуровой, Дины Гагиевой, Люци Кумуковой, Тизады Тутовой, Марианны Капсергеновой. Это те люди, которые также навсегда вписали свои имена в историю ГТРК Карачаева-Черкесии. Среди них бывший диктор радио Мухамед Гутикулов, который проходил стажировку в Москве у самого Юрия Левитана. Школа великолепная была. Риторику, логическое чтение, технику речи. Они на высочайшем уровне проводили. Они оставили в моей жизни неизгладимый след. Сегодня Республиканское радио является составной частью государственной телерадиовещательной компании Карачаева-Черкесии. Пять редакций радио ежедневно рассказывают на пяти основных языках народов Карачаева-Черкесии о событиях в стране и родного края. И как 65 лет тому назад по радио звучит «Говорит Черкесск» в эфире радио Карачаева-Черкесии. Зарема Карданова, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесии. Время отдыхать в Карачаево-Черкесии. С ледорубом в руках штурмовать летники, посетить древний храм Алании, встретить рассвет на плато Бермамет с видом на Эльбрус, съесть сочный хычин и запить и вайраном или душистым чаем. Такую насыщенную программу может предложить туристам этот горный регион. Здесь живут люди в непосредственной близости к дикой природе. Место, где можно увидеть размеренное течение жизни и познакомиться с вековыми традициями народов. На одном из курортов республики побывала Алла Качиева. Карачаева-Черкесию, пожалуй, можно назвать самым туристическим регионом Кавказа со стажем. Известные курорты республики славятся своим расположением среди первозданной природы, где высокогорный мягкий климат и чистый воздух создают прекрасные условия для отличного отдыха. Медовые водопады – одно из излюбленных мест туристов. Курорт достаточно молодой, ему 25 лет, но успел уже стать довольно популярным. Очень даже. А что особенно? Да ну, горы. Родился в горах, поэтому, естественно, горы мне нравятся. Тут очень красиво. А еще? А еще тут очень прикольно. Да все, свежий воздух, атмосфера, люди. А мне поющий фонтан. Все нравится. Ну и природа, куда же, очень красиво. Красотой, чистым воздухом, гостеприимством народа. Это просто какое-то чудо, что природа вот создает такие места, где человек чувствует себя просто божьей коровкой. Очень вкусно, очень хорошо готовите. А что еще вам нравится здесь? Не все, что кавказская кухня, вся любая кухня, все нравится. Туркомплекс «Медовые водопады» сегодня активно развивается и предлагает гостям большой выбор развлечений. Туристы вообще предпочитают, на мой взгляд, там больше отдых на природе, так называемый экологический туризм, активный туризм. Последние 2-3 года вот почему-то немножко они взяли в этот. Я так думаю, что все-таки произошло понимание, может, из-за этих каких-то болезней, коронавирусов в частности, что ценности немножко, по-моему, в умах, немножко произошло переоценка, и люди хотят на природе там. Вот мы занимаемся активным отдыхом, в частности, да, там у нас конные туры, вот «Зеплайн» есть, «Виа Феррата», или просто вот там, вот эта речка называется «Аликоновка». Вот здесь рыбалка на фореле. И вот люди приезжают с Москвы, вот сейчас у нас есть отдыхающие, со Смоленска, да, с Хантамасийска есть. Ну, регионы, которые раньше никогда, ну, не то, что никогда, но не приезжали в наши регионы. В этом году на 20-30% увеличился туристический поток, рассказывает Мусаба Ташев. К тому же, властями республики к природно-рекреационному объекту проложена хорошая комфортная дорога. А на самом курорте желающие могут как насладиться природой, водопадами в частности, отведать блюда национальной кухни, а также поближе познакомиться с историей, культурой Карачаевского и других народов республики. Словом, обогатиться как духовно, так и физически. Алла Качиева, Олег Малкожев, Вести Карачева-Черкесия, Малокарачаевский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Движение вверх». Приятных выходных и всего доброго.